Грузовая машина Ваш малыш учился ходить и вот пришло время отдать любимое чадо в детский сад. Главное не паниковать, говорят специалисты. Любые волнения родителей мгновенно передаются ребенку. У нас много было случаев, когда к нам приходят и вторые дети, и третьи, и по беседам с родителем, они сами говорят, Елена Борисовна, мы уже можем сами сразу же отдать ребенка. И ребенок это чувствует, и он идет на контакт. А если ребенок, естественно, он чувствует, мама переживает, мама нервничает, и он себе будет места не находить, как бы мы здесь с ним ни прыгали и ни играли. Спокойная мама, спокойный малыш. Никаких подглядываний в окна и телефонных звонков быть не должно. Тогда период адаптации пройдет максимально быстро. Примерно за две недели ребенок привыкнет к новой среде, войдет в режим, начнет общаться и учиться новому. Занятие это прекрасно, все режимные моменты это тоже прекрасно, но в первую очередь это общение. Общение, уметь общаться со своим сверстником, уметь поставить какую-то задачу, уметь организовать игру, уметь принять на себя эту игру. Если ты ее не создал, ты обязательно приходишь, возьмите меня в игру. То есть ты уже договариваться умеешь. Если ребенок не научится общаться в детском саду, ему будет очень тяжело. Глядя друг на друга, ребята учатся рисовать, правильно держать ручку, одеваться. Развиваются речевые навыки. Если ребенок действительно имеет проблемы и действительно тяжелые речевые нарушения, то, конечно, лучше начинать с индивидуальной работы с логопедом, потому что логопед поможет настроить контакт с ребенком и аккуратненько ввести его уже в среду детей. Если ребенок просто замкнутый, стеснительный и мало говорит, то ребята быстро его разговаривают. От сверстников дети учатся гораздо быстрее, чем от взрослых. Причем, чем старше ребенок, тем дольше он привыкает к детскому саду. С воспитателями лучше познакомиться заранее, показать новые игрушки вместо сна. Кстати, в первые дни на тихий час лучше не оставлять. Каждый ребенок индивидуален и лишь педагог видит, когда он готов к длительному пребыванию. Резкая адаптация может навредить. Если ребенок маленький, это чревато вплоть до того, что ребенок у нас уходит в частые болезни, потому что иммунная система слабая. Ребенок еще не готов к таким резким переменам. И, как правило, мы видим, даже при большом желании мамы пойти в детский сад, мы видим, что ребенок просто начинает непрерывно болеть. Мамы с опытом уверяют, излишняя опека ни к чему. Приучать детей к самостоятельности, активному образу жизни и общению необходимо с первых лет жизни. Тогда ваши дети пойдут в детский сад с удовольствием. В нашей семье все прошло очень безболезненно, я бы сказала. Но связано это в первую очередь с тем, что наша семья ведет такой достаточно активный образ жизни. Мы очень много путешествуем и очень часто меняем локации. И, конечно, не секрет, и психологи об этом тоже говорят, это очень сильно облегчает детям в дальнейшем именно момент адаптации в новых условиях, в новой непривычной для них среде. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.